Друзья, всем привет! Чё это я улыбаюсь, потому что ко мне приехала посылочка. Ну, в общем-то, как это сказать, никаких секретов, что это, соответственно, 100% что-то музыкальное. И я буду распаковывать вместе с вами просто потому, что мне хочется поделиться эмоциями, вот как они есть. Понятно, что я потом вторым видео, может быть, продолжение этого, запишу обзор, более полноценный. Но вот это вот первое касание с инструментом, мне кажется, это стоит того, чтобы поделиться этой радостью. Так, буду вскрывать. Кстати, пока я режу упаковку, Почта России вообще очень даже молодцы. В последнее время они прям радуют. Всё приходит очень быстро, очень чётко, идеально. Вот, такой брусок сейчас буду распаковывать. Ну, мастерство запаковал, пеночкой вот это вот наслал. Вот, смотрите. Это варган. В данном случае сейчас чехол. Кстати, вот, присмотритесь к изображению. Лучше всего, конечно, посмотреть на странице мастера. Олег Щепанов, Пермский край. И это не просто так изображение, это относится к пермскому стилю. Такой очень ранний художественный стиль, ранний. Вот, он как-то на своей стене давал ссылку. Можно почитать. В экспедициях Рериха про него тоже сказано. Интересно. Интересный момент. Так, ага. Ну и открываю. Оп. Даже, даже внутри. Даже внутри инструмент обёрнут. Чтобы уж наверняка дойти в целости, в сохранности. Вообще, в варганном мире мастер Олег Щепанов не нуждается, как мне кажется, в представлении. Потому что это очень известный, мощный, профессиональный мастер. Тут, как бы, вопросов даже никаких нет. Очень красивые формы. Всё выверено, чётко. Попробую на звук. Вот, кстати, он промаслен. Сейчас протру тряпочкой. Всё, мастер, мне кажется, ко всему внимательно относится. Запаковал здесь, чётко запаковал сильно. Внутри обернул в арган промасленный, чтобы в дороге нигде-никак там ничего с ним не случилось. Сейчас протру это масло. Нота Ре. Де-два. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Во-первых, насчет длительности звука, он же сустейн, я бы сказала, что он просто сбалансированный. То есть нет того, что он быстро кончается и, знаете, как такая тормозная прямая. Но нет такого, что он затянулся куда-то далеко, потому что сама по себе нота среднего диапазона и сустейн такой, какой нужно. Вот закончился. Ну, дыхание можно продлить. Второй момент. То, что мне нравится в ощущениях. В ощущениях. В ощущениях при игре. У всех варганов есть какая-то такая балансировка по-разному у разных мастеров, по-разному у разных моделей. Между тем, как звук вибрации отдается в корпус и на зубы, ну, собственно, насколько сильно он трясет челюсть. Вот я не люблю, когда варганы трясут голову так, что ее просто мотает. Мне не нравится, когда рама сильно отдает свою вибрацию зубам, потому что это слишком, для меня слишком. У меня варган это все-таки музыкальный инструмент, я с ним много времени провожу, музыкального времени. Поэтому мне приятно, когда эта вибрация есть, но когда она в разумных пределах. Здесь она в разумных пределах. То есть она и хорошо ощутима, она есть, и есть вот это приятное колебание волновое, легенькое. Легенькое тряска челюсти, черепа, а там дальше как пойдет, так сказать. Но она не мешает и не отвлекает на себя внимание. Это очень приятно. Присмотрюсь, вот сейчас попробую по-разному поиграть, посильнее, послабее. В общем-то я почти всегда играю чаще всего на себя, иногда от себя и в обе стороны. Попробую вот этим боймом тоже, хотя я им не владею, ну просто потому что не пользуюсь. Но почему бы не поэкспериментировать. Вот я довольно сильно бью, все отлично. От себя. Тоже все стабильно, отлично. Туда-сюда. Попробую почаще. Кстати, хочу отметить один момент. Вот этот тремельный удар у меня на высоких скоростях еще не сильно поставлен. Тоже просто по причине того, что я его не использую в композициях, хотя имеет смысл прокачаться. И это, наверное, первый варган, на котором мне это делать максимально удобно. Вот этот быстрый. Предположение мое, это именно то, что здесь очень удобная длина коленца, вот этого. Оно не огромное, как у басовых часто моделей, не совсем маленькое. В общем, как-то все ладненько. Я бы в целом, наверное, описала данный варган Олега Щепанова, что все, ну как бы ладно, все очень четко, очень стабильно. Я четкий варган четкого мастера. У меня никаких вопросов нет к мастерству Олега, вообще никаких. Я, в общем-то, давно наслышана его в органах, смотрю на них. Ну вот, наконец-то в моей коллекции он тоже появился. И это, кстати, очень важно для меня в музыкальном плане, потому что у меня был старенький варган в ре другого мастера. Он был не совсем точно настроен, но это один из первых давних варганов. И теперь я, наконец-то, заменю его данным варганом. А ре я использую вообще максимально часто. Во-первых, на концертах у нас часто именно в ре нужно мне подыгрывать. Во-вторых, в хендпановом мире почти у всех ре. И если я играю с учениками, джемим мы, я беру варган в ре. Поэтому это такая будет моделька для меня очень ходовая, максимально используемая. И поэтому очень здорово, что на замену старому варганчику пришел именно такой классный, качественный варган Олега Щепанова. Давайте, я обещала, заговорилась и забыла, обещала показать разные виды боя. Но я могу лязгать только из-за своего непрофессионализма, потому что не раскачан у меня этот бой. Но думаю, для тех, кто им пользуется, тоже никаких проблем не будет. И такой мелодический стиль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все супер, круто, удобно, привычно. Классно. И еще попробуем, ну, такие стандартные моменты, собственно, когда обзоры снимаешь, они примерно одинаковые всегда. Попробую просто прокатить, как бы, язык по всей полости рта, посмотреть всю кривую звука, которая лежит именно вот в этой полости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все классно. В общем-то, мне уже тяжело снимать обзор, мне просто хочется играть. И очень рада этому Варгану, на самом деле, прям мега рада, потому что у меня было давно уже желание, как бы, взять Ре на замену старому, потому что старые уже не отвечают нужным требованиям. А Олег Щепанов – это просто прекрасный мастер. Тот момент, когда ты держишь в руке и просто понимаешь, вот она качественная работа, стабильная, качественная, красивая. Я думаю, мастер доводит каждый Варган идеально до идеального состояния и не отправит никому, если что-то не так. И, кстати, вот вспомнила, хотела один момент отметить. У меня так было впервые, когда мастер спрашивал меня про то, ну, про особенности моей игры, прежде чем, как бы, отдать мне Варган, чтобы его сделать под меня, спрашивал, каким боем я пользуюсь и так далее. Моя стилистика игры. Я отправила несколько видео, чтобы показать, вот, свой стиль игры. То есть не просто делается что-то, а делается правда под человека. И это тоже, как бы, профессионально. Поэтому мой вердикт – профессионально никаких вопросов нет. Очень здорово. Большая благодарность Олегу Щепанову. Этот Варганчик, он постоянно будет на сцене. Ещё хотела маленькую штучку добавить. Про описание звука. Такая характеристика. У него очень приятный, как бы, в некотором смысле, бархатный звук. То есть вот я поиграла, поиграла. И он очень мягкий, приятный. В некотором смысле нежный звук. В нём нет какой-то такой резкости, как бывает. Ну, иногда бывает у разных мастеров такой резкий, очень. И зависящий не столько, как бы, от ноты, сколько вот от того, как Варган делается. А здесь сам тембр звука, его тактильные ощущения. Мне они очень нравятся, потому что они мягкие. Они мягкие. Звук управляемый. Бои поддаются отлично. В общем, всё супер-качественно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Барган, на котором хочется продолжать играть. Вот просто беру, и мелодии льются. Очень, очень мне нравится. Очень приятно. Очень мне созвучен. Большая благодарность мастеру. КОНЕЦ Продолжение следует...